Добрый день, дорогие друзья! Звучит музыка, вечер, город-курорт Анапа. Я вас приветствую на территории отеля Эргеца. Он находится в Анапе, на переулке Каталамской 4. Здесь великолепный бассейн в форме губ. Ну, и много чего включено, а точнее, все. Друзья, поподробнее смотрим наш обзор. Здесь у нас буквально несколько метров до улицы Красноармейской. И как театр начинается с вешалки, так и любой отель начинается с забора. Да, друзья, вы не ошиблись, это забор отеля. Посмотрите, какие виды. Смотрится просто фантастически, работает фонтанчик. Также очень много разнообразных цветов вдоль забора высажено. В общем, красота. А украшением являются вот эти высоченные платаны. Они прям как в Сочи, такие же большущие и красивые. У отеля имеется своя собственная парковка. То есть вы заехали, припарковались, и сюда уже никто чужой не доберется. Потому что это тупиковый такой проезд, в котором только вы. В принципе, мы находимся рядышком с парком аттракционов. То есть развлечением для ваших детей вы озабочены не будете. Помимо всего прочего, здесь находится недалеко речка Анапка. Вам предоставляют удочки, и вы пошли ловить рыбу. Я часто, когда утрел, думал, нифига себе. Сколько всего интересного. Обо всем остальном по пути буду рассказывать. С рядышком с парковкой имеется место для курения. Вот смотрите, как мама с ребенком прогуливаются по территории, прилегающей к отелю. Ну, теперь думаю, что пора заходить и смотреть, что есть внутри, чтобы вам обо всем более подробно рассказать. Живая музычка. Сейчас ее немножко притушили, чтобы я мог спокойно, без бана, отснять вам видеоматериал. Девочки поют прям очень хорошо. Музыку, кстати, поставили без авторских прав. Специально для меня. Здесь находится зона отдыха. Вот по левой стороне. Это все те люди, которые взяли еду на шведской линии, сидят, отдыхают, выпивают вино. Кстати, очень красивые бокалы. И мне это прям очень понравилось. С правой стороны вы можете отдельно заказать себе шашлычок, если вам надо. И вам его пожарят такой красивый мужичок. Улыбчивый и приятный персонал. Это, наверное, самое главное, что есть в отеле. Туда далее мы пройдем. Сейчас там идет анимация с детками, которые маленькие. Хотят поиграть, активности каких-то. Вообще на территории отеля работает анимация в течение дня, каждый день и с маленькими детьми, и взрослыми. То есть вам будет весело и классно. Проходим далее. Здесь имеется зона бара. Вы можете заказать какие-либо напитки, чтобы вам было вкусно меню. Вам девочки покажут. Можете увидеть по ценникам, что, как. Взяв напитки, вы можете пройти в эту зону. Но также, если вы просто отдыхаете, можете прийти сюда, посидеть, провести время. Потому что зоны очень красивые. Маши ручкой. Здесь с левой стороны имеется бассейн. Бассейн выполнен вообще в форме губ. Он подогреваемый. Вокруг него стоят лежачки и зеленые газончики. Ребят, ну это просто идиллия. Также есть надуважки разнообразные для ваших деток, чтобы с собой ничего не тащить. Сейчас постепенно включается подсветочка. Подсветочкой вы можете увидеть, как территория начинает играть новыми красками, которые невероятно притягивают глаз и развлекают музыку. Здесь играет примерно с 6 вечера до часиков 11. Седачи там уже автопати в более таком приглушенном стиле, чтобы вам было более комфортно отдыхать. То есть настроение у всего отеля здесь великолепное. Потому что с ними занимаются, играются. И мне это очень понравилось. Все приветливые, здороваются. Чего очень часто не видишь. Посмотрите, какая водяная горка. Просто сказочное место. Смотришь, что нужно. Фантастика. Какой молодец тот человек, который это сделал. Здесь вы тоже можете увидеть, что имеется разнообразная подсветка. Уже по периметру включилась. Включается вот эта светомузыка. И устраиваются дискотеки. Места здесь хватит абсолютно для всех гостей. Чтобы разместиться. Идем далее по территории. Потому что она заслуживает особого внимания. Чтобы ее снимать и вам показывать. Огромное количество цветов. Есть деревья. Тоже хвойные. Даже лок серебристый. Посмотрите, как красиво оформлено. Ребята, райское место. Я честно в восторге. Видно, что очень много людей работали над созданием комфортной обстановочки здесь. Мне интересно, конечно, форме чьих губ выполнен этот бассейн. Работает фильтрация. Здесь также на бассейне нам приглядывает специально обученный человек, который называется спасателем. Идем дальше по территории. И здесь есть такое интересное место, в котором вы можете позаниматься спортом. Поиграть в бильярд. Это все у вас уже включено в стоимость. Либо во время непогоды здесь проводится анимация для ваших деток. Ну, будем надеяться, ни погоды не будет. А вы сможете вот так вот провести здесь приятное время. Прийти, почитать, порелаксировать. На территории отеля работает Wi-Fi. Везде прием очень хороший. Бильярдный стол. Можно потренировать свои удары. Также здесь есть плит-система, музыка. То есть все для вашего хорошего отдыха. А самое интересное, что здесь есть санузел, который меня прямо уделил. Что он здесь даже с душевой зоной. То есть может прийти, в туалет сходить, в душ сходить, в зеркало. Все очень красиво. Все для вас. Хочу вам показать еще очень интересную зону, которая тоже пользуется популярностью. Такая романтическая для проведения каких-нибудь там мероприятий. Сейчас здесь делают подсветочку. Мы поднимаемся наверх. Тут можно смотреть на бассейн, как будто мы находимся на стенах замка. Передочком кровля красивая. Поднимаемся сюда. Если надо, поставят вам еще дополнительные столики для всех ваших гостей. Ну или сами пришли, с любимой сели и смотрите туда вперед. Еще ниже балкончик. Красота невероятная, дорогие друзья. Очень много внимания под каким разнообразным нюансом. На улице имеется дополнительный душ, туалет. И мы выходим уже на территорию, на которой только что играли детки. Они уже побежали за стол чем-то с аниматором заниматься. Как-то быстро у них все происходит. Здесь есть горочки, качельки. Кто захотел, пришел, покачался. Кто захотел, в настольный теннис поиграл. Кто захотел, за столом посидел, занимался. Видите, дети как большая команда. Что может быть лучше, чем видеть их великолепные улыбки. Вот парень молодец и занимается. Это одна группа. Сейчас я вам дальше покажу еще детей, которые занимаются. Как я и говорил, здесь зона со шведского стола. Люди берут еду, выпивку и сидят потом уже отдыхают. Есть также под навесом столики. Либо здесь расправляются зонтики. Все зависит от ваших пожеланий. Для вас работает очень большая команда. И вот еще одна группа детей, которые играют в разные настольные игры. С ними также работает аниматор. Креслом также имеются и мягкие кресла для вашего удобства. Здесь уже более взрослые дети занимаются с аниматором. Мы играем в игру. Альяс. Как вам отдых? У нас все отлично. А это самое главное. Здесь происходит линия шведского питания. Также наливают алкоголь, который включен в стоимость вашего проживания. Мы заходим с вами на рецепшн, дорогие друзья. Здесь такая вот лесенка. Поднимаемся. Есть телевизор, диванчик, где ваши дети могут отдохнуть, пока вы регистрируетесь. Здравствуйте. Вас приветствует отель «РГЭС». Рады видеть вас в нашем отеле. Также внизу имеется зона отдыха, куда вы можете прийти со своими детьми. Там есть кресло. Посидеть, порисовать могут ваши детки. Если вдруг они захотят сами поиграться. Ну и что-нибудь перекусить. Привет, солнышко. Прежде чем пойти в номера, я вам хочу рассказать, что еще входит. Вот по питанию. Это шведский стол, завтрак, обед, ужин, два перекуса, мороженое. Алкоголь – это вино и пиво. Анимация детская, взрослая. Бассейн с подогревом, живая музыка, дискотека. Сейчас мы с вами посмотрим номер, который рассчитан от двух до четырех человек. На входе имеется такой вот диван. Здесь панорамное остекление. Есть двуспальная кровать. Также на полнении номера присутствует свой собственный холодильник. Место для хранения. Очень интересно смотрится такой шкаф. Также имеется прикроватная тумбочка. Еще один диван. Еще одна тумбочка. Телевизор. Такие вот выемки под зелень декоративную. И столик. Номер очень светлый. Сейчас у нас солнышко идет к закату. Посмотрите, какие красивые краски. Здесь у нас лоджия. На нее установлено такое кресло-качалочка. Есть стол, два стула. И здесь вообще окна от потолка до пола. С левой стороны есть комод и зеркало. Также имеется сплит-система. Здесь вы садитесь, открываете шторки и наблюдаете весь этот красивейший вид на бассейн. Также в номере имеется свой собственный санузел. Есть душевая зона, унитаз, раковина, зеркало. Место для хранения выглядит вот так. Это одно отделение. Это второе отделение. Есть зеркало. Фены, все нужные принадлежности, которые вам понадобятся, можете попросить на рецепшене. Детские кроватки предоставляются. Сейчас мы с вами посмотрим номер с размещением до 4 человек. Вот такой вот коридорчик. С левой стороны есть прихожие, куда поставить вещи, место для хранения. Прикроватная тумбочка, двухспальная кровать. Также есть такой стол с зеркалом. Есть еще одна тумбочка, телевизор. И вторая комната, которая отделена арочным проходом. Здесь имеется раскладывающийся диван. Вот такой вот столик с колесиками. И холодильник. Также имеется своя собственная сплит-система. Из этого номера открывается великолепный вид на бассейн. То есть вы можете смотреть, как там играют ваши дети, чем они занимаются. Место для хранения выглядит вот так. В номере также имеется свой собственный санузел. Это душевая зона, унитаз, раковина, зеркала и мыльные принадлежности. Я хочу вам показать, как уже выглядит все, когда включилась подсветочка. Невероятная красота. Атмосфера отдыха на все 200%, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Ценообразование в отеле от полутора тысяч с человека начинается. Ребят, тут с ценами, как говорится, везде все сложно. Звоните, уточняйте. Отель заполнен полностью. У нас всего лишь два номера было в доступе. Если вы хотите приехать и отдыхать, как говорится, от души при полном по-инклюзиве, все, что для вас надо, уже заплатив и не думая о том, что надо еще на что-то тратиться, милости просим. Отзывы у людей я поспрашивал, а еде здесь великолепная. Ну и сами видели, сидят за столом с довольными лицами, у них все хорошо. Двагис показывает, что до моря 5 минут 500 метров. Это через Фатини, если пройти. Отправляемся, покажу вам, что есть интересного. Прошли несколько десятков метров до улицы Красноармейской. Здесь у нас есть северный рынок, множество всего продается. Здесь продается все, что только можно. С правой стороны у нас находится парк аттракционов, джунгли, который называется. И по прямой дорожке идем до светофора. Отдыхающих в Анапе с каждым днем становится больше. Посмотрите, сколько народов в парке аттракциончиков. Все гуляют, наслаждаются отдыхом по полной программе. Пионевский проспект переходит. Здесь еще есть места разнообразные для развлечений на речке Анапка. Нам же еще чуть-чуть по прямой на потяни. Там закат, красота. Паш, ты, ребята, обожаю снимать пешеходные переходы. Там столько много людей идут друг на друга. И все расходятся. Людей гуляет здесь много. Можно перейти речку и пойти туда. Там более широкие прогулочные зоны. Красота. Здесь есть рыбаки, которые рыбку лают. Арочка потяни, друзья. Продают кучу всего интересного, нужного и важного, наверное. А еще у нас есть здесь анапские знаменитые бегемотики. Не забудьте рядышком с ними сделать фотографии. А также здесь один из самых красивейших розариев в Анапе, друзья мои. Выглядит тоже очень красиво. Могу вам посоветовать вот это место для покупки ярких кожаных изделий. Все очень классные. Культура знаменитого анапского отдыхающего. Для того, чтобы исполняли свои мечты и чаще приезжали на море, вы там, либо, может, там, еще какие-то пожелания, обязательно открыть вот этот вот левый мизинец на удачу три раза. И здравствуй, море, друзья. Это уже улица набережная в Анапе. Мы пришли на пляж. В правую сторону имеется такой мостик, по которому можете прогуляться. Есть разнообразные заведения прямо на берегу моря. И само море. Есть инфраструктура, которая вам только может здесь понадобиться. К сожалению, солнышко село в тучке. Ну, как есть. Все равно очень красиво. На море здесь очень широкий настил. Есть бесплатный душ. Ножки можно помыть. В Анапе цивилизация уже в полном объеме присутствует. Как вас зовут? Дарья. Дарья, вас поздравляю с тем, что у вас предложение было сделано. Спасибо. Дай бог вам долгой семейной счастливой жизни. Самое главное, любите, уважайте, носите на руках своего мужа, и у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Передаю всем привет из города Анап. Здесь очень классно, тепло, море тоже радует. Стало тепленько, комфортно. Поэтому приезжайте. От души. Все рады. Какая красота. Ребята, там работают разнообразные торговые павильончики. Есть вот бесплатный снаряд, тренажеров. Очень много поставили в Анапе. Батуты, правда, уже спустили под вечер. Ну, а нам осталось несколько шагов дойти. Смотрите, есть камера хранения, есть переодевалочки. Есть и мусорки, вот такие вот декоративные растения. Слушайте, я прям очень доволен тем, что сейчас вижу на центральном пляже. Тем более на центральный пляж я в этом году выхожу в первый раз. Правда ведь красиво, ребятки? Смотрите, люди продолжают купаться. Морешко сегодня теплое. Просто великолепно. Красота, которая, как говорится, спасет мир. Ну и, собственно, мы пришли к морю. И море, как говорится, в кайф и удовольствие. Желаю, чтобы у вас у всех была возможность приехать и отдыхать. У нас пляжа великолепные песчаные. Таких других просто нет. Хотите послободнее, прогуливайтесь туда, в правую сторону. Там очень много мест, в которых вы сможете классно отдыхать. В общем, всем привет из Анапы. Пишите, как вам такой обзор в вечернее время впервые снимал. Надеюсь, что качество не подвело. С вами был Юрий Азаровский. Всем всего самого светлого, ясного и прекрасного. И самого лучшего отдыха этим летом. От души. Вода просто! Вода просто!